Дорогие мои, с вами на связи Викана. А давайте посмотрим, думает ли он, вспоминает ли о вас, мается ли, переживает, загаданный человек, что бы между вами ни произошло. С вами на связи Викана. Это маленький расклад. За большими раскладами обращайтесь ко мне лично. Если вы запутались, если вы не знаете, что будет дальше, вернется ли к вам человек, ваш любимый, загаданный, либо не вернется. И как же вам дальше-то жить? А может быть, у вас другой мужчина впереди? Я все вам расскажу. Обращайтесь, узнавайте условия. Так давайте узнаем, думает ли он о вас. Мается ли, переживает. А здесь я вижу, что да. Он очень часто о вас думает. Но мысли он почему-то гонит от себя. Почему? Потому что эти мысли для него тяжелы. Вспоминать ему тяжело о вас. Вот просто старается, как он чувствует, что мысли приходят, он старается ее просто отогнать. Он думает, что это бесполезно. Тяжелое очень воспоминание у этого человека. Мучается и чувствует, что вы мучаетесь. И тоже вы переживаете. Между вами есть кармическая связь, по всей видимости. И даже если она не кармическая, у кого-то кармическая, у кого-то нет, мужчина понимает, он чувствует, понимаете. Вот такие чувства, они всегда передаются. Пока в паре один человек думает о другом, связь будет нерушимой. Вот посмотрите, как он прекрасно понимает, что вы тоже переживаете о нем. Только женщину я вижу рядом с ним. Дети, возможно, у него есть. Не у всех, но я вижу детскую карту. И он как отшельник с этой женщиной. Вроде они вместе, а вроде и нет. Он один сам по себе рядом с этой женщиной. Она, королева Жезлов, часто встречается в колоде кар, как ведьма. Она наводит на него, вероятно, какие-то чары. И тем самым, вероятно, не слишком мастерица. Она отдаляет его от себя. И он все дальше и дальше от нее. Возможно, его удерживают дети. Либо что-то прошлое в этих отношениях с этой женщиной. Либо какие-то обязательства. Вот я вижу это так. Но то, что думает, переживает, это явно. А еще, мои дорогие, могу вам заговор подсказать. Кому нужно, пожалуйста, читайте за мной его. Либо остановите запись, перепишите. Никогда не пишу под видео, потому что договор добыть нужно. Тогда он будет работать. Тогда он будет ваш. А кому не нужен этот заговор, извините, договор, голос садится, можете не реагировать на него. Просто перелесните дальше страницу моего видео. Итак, если вы переживаете и не знаете, что делать, то постарайтесь сделать этот обряд-заговор. Еще раз говорю, кому это нужно. Кому нужно, не осуждайте ни меня, ни других. Может, кому-то это будет в помощь. Мы же никого не наказываем. Мы просто зовем человека к себе. Пока он чувствует, переживает, пока у него есть мысли о вас, пока человек сам этого хочет, тогда можно это делать. Можно его просто вот позвать. Оживить отношения между вами. Итак, зажигаем свечу и говорим на нее такие слова. Читаем три дня наподряд. В женские дни. Среда, пятница, суббота. Свечу зажигаю. Все наговоренное мной на нее. В дело да в явь обращаю. Итак, читаем такие слова. Как свеча горит, да воск плавится, так мыслями он, имя человека, мается обо мне, мается да вспоминает, во всех снах меня встречает. Все, что хорошее было у нас, вспоминает, переживает. Сердце его, имя этого человека, кровью обливается, думает, размышляет, кается, ночью просыпается, слезой обливается, вернуть меня пытается. Куда его мысли летят, везде обо мне встречаются. Где не повернется, да меня найдет, да меня встречает, натыкается. Ночами во снах стонет и мается. Ко мне прийти старается. Гори свеча ярче, разжигай. Мыслими его обо мне жги. Страсть да охоту разжигай, забыть меня не позволяй. Как воск этот на свече тает, да свечу не обернется, так сказанной мной плохим. не вернется и не обернется. Да быть тому так. Вот такой заговор, мои дорогие. Пожалуйста, можете произносить три дня. Ничего страшного в этом. Крамольного я совершенно не вижу. Это просто как гармонизация отношений. Помочь человеку стать смелее. Помочь человеку придать ему сил на дорогу в вашу сторону. И все. А уж когда придет к вам человек, то далее уже это все в вашей власти. Уж как вы будете с ним. Может быть, вы не будете оба повторять этих ошибок. А может быть, все по-другому решите. изначально начать. Что, мои дорогие, желаю вам быть вместе от всей души. Желаю. Кому нужен этот наговор именно именной, пожалуйста, пишите, узнавайте условия. Я именно на вашу пару с вашими именами вам его наговорю. И вы будете его включать и слышать. и за следом повторять. А можете просто слушать. И все исполнится, как вы хотите. Это называется именные заговоры. Действенные заговоры. Волшебные заговоры. Любовные заговоры. Удачи вам, мои дорогие. И до связи. Ждите моих новых раскладов. Редактор субтитров А.Семкин